МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все больше городских жителей стремятся убежать от шума урбанизации на расстояние, доступное для ежедневной езды в город на работу. А потому аспект строительства частного дома, пожалуй, один из самых актуальных на сегодняшний день. Можно не только дом построить, но и выстроить баню, организовать собственный сад, огород и место для детской площадки. А проблема стоянки автомобиля решается автоматически приобретением частного дома с участком. Однако, как показывает практика, строительство дело не дешевое и, прямо скажем, затяжное. Но, как говорится, выход есть всегда. Здравствуйте! В эфире «Стройпроект» и я, Ваужан Урумов. Сегодня мы расскажем, какие существуют варианты на рынке строительства частных домов, чтобы это было доступно и максимально быстро. Сегодня деревянные дома стали довольно популярными в частном строительстве. Такой стройматериал удобный, недорогой и является экологически чистым. Возводят такое жилище за 2-3 месяца. Деревянные дома возводятся быстрее, чем из кирпича или бетона. Могут строиться как летом, так и в холодное время года. Деревянный дом достаточно технологичен. Срок эксплуатации до 100 лет в зависимости от регулярности и правильности ухода за древесиной. Такой дом позволит оптимизировать затраты на отопление, так как дерево – прекрасный теплоизолятор, который одновременно обеспечивает отличный воздухообмен даже холодной зимой. При условии, что фундамент уже готов, вопрос пожаробезопасности решает завод-производитель, пропитывая балки антиперенами, не дающими дереву гореть. И это не единственный плюс подобного жилища. Строительство вот такого дома обходится в среднем в 9 миллионов тенге. Куда народнее, тем более, что дом можно успеть собрать за это лето. А это уже другие дома – каркасные, возводимые по принципу конструктора. Три, максимум четыре месяца, и ваш идеальный дом, соответствующий всем фантазиям и ожиданиям, готов. Полностью. Как теперь это модно называют – под ключ. Сколько угодно комнат, любая квадратура и разнообразная система отопления. Правила строительства проекта устанавливаете вы. Он не требует отстойки фундамента, так как он сам по себе легкий. И сразу же начинается внутренняя и наружная отделка. Влажные работы проводятся только внутри, то есть можно дом собирать круглый год. Фундамент может быть любой, может быть и свайный, и ленточно-свайный. То есть фундамент тесер, бетонный. Любой вид системы отопления, либо напольное отопление, ну, в полах, в смысле трубы, электроотопление. Ну, и может быть, в принципе, любое отопление. Это жидкое топливо, твердое топливо, газ. Немаловажный аспект в пользу такого дома – возможность при необходимости пристраивать и достраивать в ширь или в высоту. Специалисты говорят, что в этом случае все зависит от строительных аппетитов самого клиента. Пристраивается фундамент, доливается фундамент, разбирается фасад. Конструктивно крепится любая наружная стена, делается проем. То есть это по уровню достройки. Можно делать надстройку на здание. Такой дом построить в среднем обойдется примерно в 125 тысяч за квадратный метр. То есть если возвести жилье в 100 квадратов, сборка под ключ арифметически составит 12 миллионов 500 тысяч тенге. Сравнивая цены с благоустроенными квартирами, которые сегодня есть на рынке, этих средств могло бы хватить лишь на двушку в спальном районе. Квадратов 55. В этом и есть прелесть каркасного дома. Тем более, что за эту сумму можно получить готовую жилплощадь с внутренней отделкой. Выбор пал на данные дома в связи с их экологичностью, быстровозводимостью. Ну и одно из условий было, это то, что улучшена чистовая отделка здесь под ключ. То есть специалисты, люди, кто будут здесь жить, они приехали только с вещами. Данные дома строятся в течение трех месяцев. Сейчас уже прошло 45 дней, ну полтора месяца только. Уже, как видите, дома на стадии завершения. Наружная отделка уже практически завершена. Самым важным плюсом, за который такие здания выбирают, является не столько экологичность постройки, сколько энергоэффективность дома. В состав конструкции стен и крыши входят современные теплоизоляционные материалы, которые позволяют значительно сэкономить на энергоресурсы. Отечественные специалисты в строительной области делают упор на этом плюсе каркасных домов. Эти дома, значит, они обеспечивают тепломассоперенос изнутри, снаружи, изнаружи, внутрь. И воздух внутри у них чистый, теплый. И в то же время холодный воздух не проникает внутрь. То есть они, если стыки у них устроить в соответствии с теми требованиями, которые для них определены, то эти дома теплые, экологически чистые. Кстати, по словам специалистов, быстровозводимые дома в основном можно строить в любое время года. Соответственно, не обязательно ждать летнего сезона, если, например, в Новый год заехать в новое жилье. Еще одна немаловажная деталь – процент казахстанского содержания. По словам специалистов, собирающих каркасные быстровозводимые дома, достаточно большую линейку строительных и отделочных материалов они закупают внутри страны, даже если сами дома строят за ее пределами. Казахстанское содержание – это лакокрасочные покрытия, отделочные материалы, крепежный элемент, гипсокартон, кровельное покрытие. Что касается отопления и водообеспечения, то тут тоже все отдано на откуп самому владельцу дома – газ, электричество, водяные котлы. Например, эти типовые дома по 87 квадратных метров отапливаться будут отдельно друг от друга. Данные дома отапливаются на твердом топливе, мы устанавливаем котлы длительного горения, отопление идет централизованное, то есть на каждый дом ставится котел и самостоятельно отапливается. Водопровод здесь центральный, подводится к каждому дому отдельно, то есть проблем с водой нет. Дома у нас полностью комфортные для проживания, то есть это как благоустроенные квартиры. Правда, в профильной ассоциации констатируют, идеи экологичных и быстровозводимых домов в мире много. Однако большинство из них в Казахстане не приживаются. Тут играют роли и традиции строить капитальные кирпичные дома и, в принципе, не всегда удобные и безопасные решения. Что касается экологически чисток этих панельных домов, которые в качестве конструкционного материала используют дерево, используют солому, используют какие-то другие виды материалов, то на сегодняшний день большого опыта применения у нас нет в Казахстане. Это связано с целым рядом причин. Во-первых, отсутствие большого количества сырья для деревянных домов у нас. Во-вторых, это, допустим, применение других видов материалов, имеется в виду. Была у нас такая попытка применения отходов, что остается после сборки пшеницы, вот этих колосьев. Были изготовлены такие панели, они назывались стромит. Был запущен такой завод у нас в северном Казахстане. Но в связи с тем, что технологически не все было отлажено со сбором сырья, с его сушкой, с его технологической переработкой, этот проект не нашел широкого применения. Хотя в ряде европейских стран это очень широко применяется. И, конечно, не обойтись без оборотной стороны медали. Минусы у быстровозводимых домов тоже есть, хотя их намного меньше, чем плюсов. Вот, например, что касается каркасных домов. Стены и перекрытия имеют небольшую массу, поэтому не способны погасить все вибрации, гулы и шумы. Теплоизоляция может устранять эти проблемы, но не полностью. И, несмотря на большой срок эксплуатации, практически каждые 30 лет будет необходимо менять теплоизоляционный слой. Одна из причин, на мой взгляд, наверное, в том, что дома эти не совсем хорошо с точки зрения пожарной безопасности. Для достижения этих требований необходимо дополнительные вложения. Нужно обрабатывать сырье, обрабатывать эти материалы, чтобы они были пожаробезопасны. И в последующем не исключено, что они могут потерять свою экологическую ценность. Возможно, за эти 30 лет вы захотите переехать или перестроить дом. А может, новаторы изобретут утеплители, которые будут служить так же долго, как сам дом. Но в любом случае, на привлекательность данных домов этот нюанс вряд ли повлияет. С вами был Баужан Уромов и «Стройпроект». До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!